Перевод. Мой Повелитель, великие души, возлюбившие людей и сострадания к вашим душам, не желающие покориться воле Господа, странствуют по свету, неся послание Верховного Нечества Бога. Комментарий. Покорность воле Верховного Господа – естественное состояние каждого живого существа. Однако из-за грехов, совершенных в прошлом, живое существо перестает подчиняться воле Всевышнего, и тогда на него обрушиваются все страдания материального существования. У живого существа нет иных обязанностей, кроме обязанностей заниматься трансцендентами Верховного Господа в Шерепришне, поэтому любая деятельность, не связанная с трансцендентным Верховным Служением Господу, это в той или иной степени акт непоминовения высшей воли. Кармическая деятельность, занятия эмпирической философией, мистической йогой в большей или меньшей степени противоречит духу покорности Господу, и любая душа, занимающаяся подобной деятельностью, будет соответственно наказана законами природы, которые исполняют волю Господа. Великие чистые преданные Господа и сострадание к падшим душам странствуют по свету, делая все возможное, чтобы вернуть обусловленные души к тому от Бога. Такие чистые преданные Господа проповедуют послание Бога, чтобы освободить падшие души, и потому обыкновенные люди, находящиеся под влиянием внешней энергии Господа, должны искать встречи с ними. Мои повелители, великие души, возлюбившие людей и сострадание к падшим душам, не желающим покориться волей Господа, странствуют по свету, внеся послание Верховной Чести Бога. Продолжение следует... 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 Буквально в этом стихе Господь Читания говорит Яри Дека, Тари Каха, Кришна Упадеши. Кого ты не видишь, Яри Дека, Тари, им говорим о Кришне, Кришна Упадеши. Амара Агьяя следует такому указанию моему, которое Господь Читания дал не только Браману Кругу, дал его всем через Браману Кругу. И Прабхупада снова и снова повторяет это наставление Господа Читания Махапрабука, указание всем его последователям стать Куру. Иногда возникает вопрос у преданных, кто Гуру, кто может стать Гуру, какие Гуру бывают. Прабхупада и Господь Читания Махапрабука не придавали значения такого уж серьезного. Каким Гуру станет человек? Каждый должен стать Гуру. Вот в этом их указание, в этом их наставлении. Каждый должен стать Гуру. Аким Гуру? Шравана Гуру, Баджана Гуру, Дикша Гуру, Шикша Гуру, Ватмана Прадашек. Гуру неважно. Суть Гуру в том, что кого бы мы не видели, мы должны так или иначе, может быть, не непосредственно говорить ему о Кришне, потому что они сегодня готовы сразу услышать о Нем. Но думать о том, как сделать и помочь каждому человеку сделать этот первый шаг в направлении Кришны. Шаг, на который Господь Кришна, как мы знаем, отвлекается сотней шагов навстречу. Но первый шаг должен сделать человек, должно сделать живое существо. И Ватмана помогает ему сделать этот первый шаг. Так же, как родители, когда они воспитывают своего ребенка, ребенок вырастает, достаточно, что вы стояли на ногах, они помогают им делать этот первый шаг. Это событие, да, это огромное событие в жизни. Мы не помним, как наши родители помогают нам сделать первый шаг. Но сам факт того, что мы теперь ходим и не падаем, благодарность этому должны отдать им. Они научили нас делать первый шаг, за которым наверняка последовало падение, потом мы поднялись, мы прям бодрили нас, говорили, все в порядке, обучиться, не плачь. Второе, третье, четвертое. И вот мы теперь, взрослые люди, ходим и бегаем. Не обращая внимания, это повседневная норма нашей жизни. Точно так же родители, духовные родители, духовный учитель. Какой учитель? Варкана Плюдаша, Гуру, Шикша, Гуру, Дикша, Гуру, Ваджана, Гуру, Шравана, Гуру. Очень много разных гуру, но все они в сути в том, чтобы помочь тому, кто, как здесь говорится, ядер деха, кого не видит, кто попадает под их милость и взор, попытаться сделать первый шаг, помочь ему сделать первый шаг в сознании пришли. Шаг, который иногда даже для самого человека незаметен. Прасад ли это, или просто Харе Кришна, или это гирлянда, или это книга, которую мы распространили. Или просто очень доброе отношение, обращение с человеком, который он никогда в жизни не испытывал на себе. Только люди совершенно бескорыстные, те, которые полностью удовлетворены в своем сердце, и которым ничего, нет, кого не нужно, могут быть совершенно бескорыстными и совершенно уважительными к другим. И когда такие преданные общаются с другими людьми, то люди чувствуют на себе, что никогда никто в жизни с ними так не обращался. Я по себе знаю. Когда я рассказывал эту историю, я уже преданного в один раз, в два раза знал, я переходил в храм сознания Кришны, совсем недавно стал приходить, и в Петербурге, и однажды мне сказали, будет инициация. Ну, в смысле, не моя инициация, конечно. Это, конечно, террором инициации, и мне очень много про это рассказывали, и я очень хотел бы видеть, что это был такой таинственный обряд, во время которого люди стали чистыми, прямыми, как мы сказали. И в 91-й год я пришел в этот храм Бужоры, в очень маленький домик, на прибороге в Санкт-Петербурге. И два махаража давали инициацию, Шиланиранжи Насвами, Шиланаджи Насвами. Было очень много учеников, которые получали инициацию, и алтарная комната была очень маленькая, было очень много предназначающих тоже посмотреть, как я ино, то, что там будет происходить, и поэтому никого мы даже не пускали, потому что слишком много было желающих. Помещались только духовные учителя и их ученики, получавшие инициацию. И я стоя у прохода в алтарную комнату, изо всех сил я был одет в обычной одежде, и ничто не выдавало мне вообще. И до сих пор мало что выдавило, но тогда вообще ничего не выдавало. И я стоял, так и мне очень хотелось, я снял шею и пытался расследить, что же там будет происходить, ставить прямо в проходе, и передо мной еще была толпа предная, как бы из-за дна со спины кто-то прикоснулся ко мне, к локтям. И очень нежным и очень чутким движением как бы намекнул, не то, что я не дойди, а намекнул, куда бы я мог соблаговарить, подвинуться. Но как-то так это прозвучало, хотя было просто прикосновение. И я никогда в жизни до этого не чувствовал, чтобы ко мне могли так прикасаться бережно, как будто я был каким-то хрупким историческим экспонатом, который чуть медовиен рассыпется сразу в прах. Потеря будет невосполнимой. Что-то в этом роде. И когда так вот бережно прикоснулись, и чуть-чуть показали мне, куда я могу, если соблаговарю подвинуться. И у меня вот от этого прикосновения просто мурашки по коже побежали, потому что просто это прикосновение простое, оно показало очень много прорезупорядок. Они никогда никого не заставляют, никого не принуждают, они просто дают возможность подвинуться в сторону. И до этого у меня были какие-то беспокойства связанные с тем, что преданы казались немного, может быть, отстраненными. Я искал какого-то, видимо, общения с ним, потому что вот сейчас все скажут, как хорошо, что пришел, будет проходить сидеть. Но люди занимались своими делами преданными, поэтому попытка моя оказаться в санке понимания удалась. и я на эту тему немножечко напрягся. И тут вот одним прикосновением сразу вся вот эта напряженность по отношению к преданным, некое небольшое разочарование, оно как-то испарилось. Это одно прикосновение. Я стал двигаться, но в то же самое время мне очень хотелось посмотреть, а кто же к этому прикоснулся таким образом, что одним прикосновением сразу объяснили всю природу преданных. Это было не раньше, но хорошо стал знать. Хотел пройти внутрь. И поэтому у любой даже такое, знаете, прикосновение, каждое из прикосновений с обусловленным живым существом, преданных, которые ожидается и должны соприкасаться с освобожденным живым существом, постоянно с Духовным Учителем, с Виким Вачнамой, с Гуру Парампой, с Господом Читания, Господом Кришной, посредственно практики преданного служения, они должны проводить через себя как представители, как проводники. Вот это природа Верховного Господа. И поэтому Господь Итаня сказал Браману Курму, просто оставайся в этом месте, в своем доме, и кого бы ты не видел, проповедуй ему Кришне. Или приводи ее в Кришне. Стань в Гуру и освободи эту землю. И дальше Господь Итаня сказал Браману Курму, что если ты будешь так поступать, если ты будешь так вести себя, и будешь следовать этому моему доставлению, тогда мы с тобой снова встречаемся. И я не уйду надолго. Я ухожу сейчас, но я снова вернусь. И Господь Итаня, сделав небольшую паузу, сказал, на самом деле, я никогда тебя не покину тогда. Я буду всегда с тобой жить. Решил бы в комментарии объяснять, что благодаря такому процессу каждый преданный может испытать постоянное присутствие Господа в своей жизни. Где бы он или она не жили, не находились, в деревне или в городе, где материзм бьет ключ вокруг, он говорит в комментарии. В каждом месте может быть привлечено в иконку. Поэтому преданных не так уж много причин для скорби. Кришна может всегда присутствовать в их жизни. И поэтому иногда преданные не так уж хотят, они так вот стремятся к общению с Кришной непосредственно. К чему они точно стремятся и очень сильно этого желают, они хотят общаться с преданными Кришной. И ставят такое общение даже выше, чем общение с Аним Господом, потому что они думают, ну, общение с Аним Господом не могу и Господа увидеть, могу не увидеть. Как говорит Живога с вами в Аббат-Са-Надарбюн, говорит о том, что если человек смотрит на Кришну глазами не украшенными бальзамами любви, непосредственно стоящего перед ним, лицом к лесу, то такое созерцание Господа не будет ничем отличаться от отсутствия созерцания Господа. Между этими двумя состояниями видеть Господа, не будет никакой разницы для него. Стоит Кришна лично перед нами или Кришна вообще нет, мы никуда не смотрим, мы нас открыли глаза, между этими двумя состояниями не будет никакой разницы со глазами мужчины, глазами любви, мы ничего не увидим. Но когда мы общаемся с преданными, тогда преданными, как мы сейчас только что видели, представляем Шиву Павпаду, самый лучший пример такого влияния, могущества преданных. Чакху дам. Что такое чакху дам? Иногда преданные поют наши, из наших, как мы поем, не бенгальцы. Пойдем чакху дам. Чакху дам означает, он дал мне нож. Чакху означает нож. Но правильное слово чакху означает глаза. Он дал мне глаза. Чакху дам, дима джей, джанг, 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 прабр, сэй. Он дал мне глаза, с помощью которых, какие глаза? Глаза же вроде у меня есть. Но он дал мне те глаза, с помощью которых я могу видеть Кришну. Он дал мне глаза. Те самые мощенные бальзамы любви, не моей любви, но своей любви. Когда Вася нам дает такие глаза, мощенные бальзамы любви, то мы можем видеть Кришну повсюду. И более того, Господь Кришна, мощами бальзам любви духовного учителя Майшнава, которые рассказывают о нем с любовью, становится очень привлекательным даже для нас. В этом стихе, который мы прочитали сегодня, описывается в нашем положении джанасия Кришнат и Мукаси. Не только наши глаза, отравленные завистью Кришна, изначение завистью, Павкан говорит об этом очень часто, в лекциях, в комментариях, потому что живое чувство позавидовало Кришне, ушло из духовного мира, и когда глаза отравлены завистью, как мы хотим смотреть на человека, которому мы завидуем? Как? Никак. Вообще не хотим смотреть. Все то, что связано с ним, и он сам, и она сама, и все, что связано с ним, все причиняет боль в наших глазах. Мы не хотим, мы хотим закрыть глаза. Или отвернуться спиной. Вот так. Поэтому в этом стихе говорится, джанасия Кришнат и Мукаси. Мы не только позавидовали Кришне, и поэтому лишились того самого свойства духовного зрения, позволяющего нам не только видеть Кришну, но видеть Его самым дорогим объектом Своего служения, Своей жизни. В духовном мире преданные не могут отверсти глаз от Кришны, на какую бы часть тела этот глаз не падал. Любая часть приняет зрение, и преданные не могут оторвать, что перестанет друг друга. Это йоги в третьей песне. Могут, описывающиеся здесь, могут по расписанию, по схеме, по алгоритмам переводить свои глаза со стоп на колени, с колени на бедра, с бедра на живот, на шею, на лицо, на улыбающиеся, уставы Господа на его глаза, и все вот так вот, полномерно. Как мы йога делаем, одно, одна сна за другой. Никто не испытывает такого безраздельного влечения, какой-то аса, не застревает в ней на полчаса, нет. Это путина, это процесс, который нужно просто сделать и закончить заниматься своими делами. Но точно так же йоги решен на любви Кришны, смотрит на него, на его форму, как на какую-то рутину, на процесс, на картину, нарисован на холсте, но преданные Кришну, которые есть любовь к нему, на какую бы часть тела ни бросить, но это не застревает на этой части. Они могут отвести глаза и привести к другу. У них это большая проблема. Большую проблему вызывает вот такое описание. И Кришна также смотрит на них. Поскольку Господь Кришна всесилен, его называют, поэтому она на тарупу. Почему у него бесчисленное количество форм? Чтобы вступать в взаимоотношения с бесчисленным количеством преданных одновременно. И смотреть на каждого, каждого из них вспомнил его. Когда в воспрочитании являлся свои игры во время беда Кертана, Махаража Протопорудра наблюдает за этим со стороны. Он, поскольку он служил преданным, служил Господу Джигнатсу, он получил особо милость Господа, чьи-то не заключавшееся в том. Хотя он, казалось, был лишен милости в Госпочитании. Господь не подпускал у тебя от близкого. Он говорит, «Сария, не хочу даже любить его». Сария всегда означает женщинам деньги и все то, что связано с женщинами деньгами, если меня есть и категорически запрещено. Поэтому не хочу близко его пропускать. И если вы еще раз мне скажете о том, что я должен с ним повидаться, вы меня потеряете. И со мной не сможете повидаться, в большинстве. Так что выбирайте. Госпочитание очень просто, очень строго. Но помилости Госпочитания, Махаража Протопорудра, служивший в Асламах, вас смог увидеть, как Госпочитание, стоя, там было 7 групп киртыхов во время в Аратха-Якре, несколько групп впереди, я забыл расположение этих групп. 4, по-моему, впереди, 3 сзади, и как бы так. И там в каждой группе было определенное число игроков на Хараталах, варитан, певцы, танцоры варитан. В одной группе танцевала Креш-Ширпандин, Господь Пентинандо, такие танцоры были там удивительные, певцы тоже. И Госпочитание был то в одной группе, потом переходил в другой группе, танцевал с ней. Но когда Махаража как-то правда наблюдал за эти беды, Креш-Ширпандин, он увидел, что Господь читает во всех группах ходит одновременно. Не только во всех группах, но он повернулся, поворачивался ко всем предам одновременно. Одновременно. Во всех группах, ко всем предам. И Господа называют Сарватом Мукам, означает везде Лики. Лики везде. И это йоги, или гьяни понимают, что он как бы везде и нигде, и что он со всем сарватом Мука означает, что у него везде смотрит на своих пленах. Всегда поворачиваться к ним лицом. Никогда к ним спину не поворачиваться. И поэтому его называют Ананта-рупа. Расходится во множество форм, чтобы с каждым из своих пленов вступать в любительственные взаимоотношения. Так вот, когда живое существо отворачивается на Мукасе Дайвата поворачивается со спиной Кришны, попадает в материальный мир. Крупа говорит об этом, как только живое существо перестает подчиняться воле Всевышнего, на него обрушиваются все страдания материального мира. У живого существа нет иных обязанностей, кроме обязанностей заниматься трансценентом любого служения. Поэтому любая деятельность, не связанная с трансценентом любого служения, в той или иной степени акт непоминания. И поэтому мы оказываемся здесь в материальном мире, испытывая разлуку с Крестом. И мы говорили о Медуре, о том, что он был очень близким с Испотником, Господь, и Господь приходил к нему в той же момент, когда он пришел к нему в гости, у него были две причины. Во-первых, он хотел Видуру повидать, очень сильно об этом говорил. Хотел повидать Видуру, и, как мы говорили, Видуру сам был удоволен чистым преданаслужением, и всегда проявлял Кришну в своей жизни благодаря этому. Как народам он говорит, с тех пор, как я обрел это трансценентное тело, трансценентное просто исполняя Киртон, просто пояс, дай святые имена, успевая святые имена Господу. Каждый раз, как будто я его зову, он говорит, охвая его, как будто я его зову, приходит, выседает на сердце, на выписанное сердце. Раньше я его звал в прошлой жизни, да, я хотел очень снова воспроизвести тот опыт, тот вкус, то счастье, которое испытал, первый раз убив его. Но как я ни звал, он не приходил. И в конце концов он пришел и сказал, другой дура, дорогой народ, я прошу прощения, но ты меня в этой жизни больше не видишь. Я тоже сожалею об этом, как и ты. Я сожалею, что ты меня не сможешь видеть, потому что люди по йоге, они не смогут видеть меня. Йоги, которые не совсем созревшие, хуй йоги их называют. Не могут видеть меня. Прямо некоторые, которые нечистые сердца, меня видеть не могут. Я не вхожу, и сердце там нечисто. Как можно это пригласить Кришну? Но ты саду, ты предан, и ты мне очень долг, сказал Кришну. Поэтому ты продолжай заниматься преданным служением, ты меня в нем, видишь, и потом следующую изменусь у нас снова. И народ ему не вспоминает, что когда я получил то следующее рождение, получил то на сцене, на тело родился как сын Господа Брано, то теперь стоит мне взять в руки вина и начать петь и ты имена Господа. Господь, как будто я его зову, он говорит. Я его не зову, мне достаточно имен. Но он приходит, поседает на мое сердце. С ним нужно что-то делать. Привечать его преданным, иногда возникают проблемы с этим. Как у Харьдаса так, по-моему, это было на Маха Пракаша Ливе, Господь Татан являлся каждому преданным свою, а нам-то не было. И когда Харьдаса так, он признал, то Харьдаса так, он не мог решить, что же ему делать, смотреть на Господа в сердце или снаружи. Одновременно не получалось, только-то. Ни рамки на Маха Пракаши лист, что преданного, нам бы их проблем. Идора не было, особенно огорчал тем, что Кришна всегда с ним. А Кришна очень хочет общаться со своим преданным. Это первая была причина. Вторая причина заключалась в том, что он хотел показать дурьёну. Что бы ты ни делал, дурьёну, каким бы ты ухищений пытался, поскольку нескольные времени, даже не то, что завистью ко мне, с этим я как-то могу жить, но завистью ко мне преданным. Поскольку завидуешь ко мне преданным, ты злонравный, дурьёна, по отношению к ним ты ведёшь себя как прах, и никогда не приму тебя. Ничего. Вообще. Недавно. В частности, в Режимбасе кругом он рассказывал про историю Шабри, которая предлагала, казалось бы, это такая известная история, о том, как она предлагала платы Господу ранее, откусывая их, чтобы они были сладкими, проверяя их, но в Режимбасе показал в своей статье, что у этой истории, о том, что она откусывая давала, нет больших оснований, шастлив, по крайней мере, какое-то предание, и, может быть, даже чередомный сон, что она делала до этого, на хипре пробовала плоды, чтобы убедиться, какие из них, какого сорта плоды, наиболее сладкие, чтобы сохранить слизно Господь Дараму. И там он цитирует очень интересный комментарий Вишнану Секрова Святого, к известному стиху, где Господь Кришна говорит, «И по трампу шпам правам, то я, амин и бахтия приятен, цитатарам бахтию пах, и там аштаме приятен». И он говорит, что если у меня преданные, преданные предлагаются с преданностью, что очень важно. Что преданные могут быть с преданностью предлагать, не то, что мы предлагаем с преданностью. Понимаете? Преданность одной, преданность другой. К сожалению, в нашем случае часто это разные вещи, потому что мы не находимся на умных спонтанах, пока не было в Украшевском, не знаю про нас, ни никого находит. Мы можем не проявлять это по спонтанной преданности в каждом акции, на каждом шагу. Как здесь Кришна говорит, иногда мы занимаемся другими вещами, кармической деятельностью, йогой, мистической, эмпирической философией, которые в той или иной степени, в большей или меньшей степени притечат духу покорности. Господи. Ширабрабада делает анализ очень интересный в 33-м Бхагавату, 27-я глава, текст 27-й. Он говорит, что есть два состояния преданного служения, чисто и смешанное. И чистое смешанное служение означает преданный, а не он говорит, посмешанное все. Я говорю, что смешанное служение нечистое, другими словами, означает, что преданный поклоняется Кришне и служит ему для того, чтобы избавиться от страданий, для того, чтобы какие-то еще мотивы могут у нас богатеть, Кришна их перечисляет в Боговом дите. И дальше он говорит, для того, чтобы осознать свою духовную природу, для того, чтобы осознать трансцендентную природу Господа, или для того, чтобы осознать свои вечные взаимоотношения с Господом. Все это смешанный мотив. Интересно, да? А что же чистое остается? Просто радовать Кришну своим служением. Это чисто. Все остальное смешано. Вот здесь это смешанные мотивы, как он говорит. И Бхарабаси, правда, приводя этот комментарий, Вишна Ачакалитакура цитирует его слова, где Вишна Ачакалитакура говорили, что да, нужно преднам с пременностью предлагать. Означает в чистом месте, с чистыми помыслами, достаточно времени Кришну дирять, чтобы он успел поесть. Я помню первое яблоко, которое я предложил сферилизмом, просто тело, у него было изображение на районе на стене из Виши Панишат, которое мне очень нравилось своей джакондовской улыбкой. Вот, и я там сял яблоко и постакал, первый раз в жизни что-то предложил. Дома, как раз в комнате никого не было, я был в общежитии в студенческом, чтобы никто не подумал, что я немножко съехал. Вот, с изображениями общаюсь, яблоками я кормлю. Я в руке протянутый, посмотрел на Господа на район, который смотрел на меня и улыбался. Я поместил это яблоко, он по ней сказал, «Дорогой Господь!» И внутри потом мысли есть вообще. Примень, пожалуйста, это яблоко. И через секунду я его уже ел. Господь как-то успел его понять, потому что это было самое вкусное яблоко в моей жизни. Но когда мы стали преданными, то мы должны давать Кришне достаточно времени, чтобы он укусил. Давать достаточно пищи, чтобы он смог насытиться. Пропаду спросили, а сколько нужно пищи на тарелку класть Пропадовского? Ну, сколько вот молодому юноше, 16-летнему, который долгое время играл в лесу, сколько нужно класть? Вот столько! Когда он приходит домой после игр в лесу, где-то с 12 до 16 лет, их очень много, они не хотят все съесть. Столько нужно класть в эту тарелку и с преданностью взывать. И Пропад так же пояснил, какой преданность значит, преданность. Он говорил, нужно делать так. Дорогой Господь, Кришна, прими это. Я знаю, что тебе ничего не нужно от меня, но прими это жалко и подношение и заплакал. Вот с такой преданностью. Как Роману Джачаря, чьи слова приводят, Руба Госсами в своей подъяволе, он составил молитву, по крайней мере, приписывается ему в том издании подъяволе, которое я читал. И он говорит, точно так же, как Дорога Господь, точно так же, как ты принял с наслаждением подношения жен Браманов, которые принесли тебе в лес эти яства с жертвами в алтаря своих мужей. Точно с такой же радостью, с которой ты пьешь молоко, грудное молоко матери Ишоды, с точно такой же радостью, с которой ты ешь все подношения и приготовляешь тебя паскушками, боби, с такой же радостью, с которой ты ешь шкурки от бананов, которыми кормят тебя ведуру. И с точно такой же радостью, пожалуйста, примей подношения, которые я ставлю перед тобой. Ты умолен. И дальше, приживайся, проводится эти комментарии, Вшнаф Чакварда Кура говорит, Вшнаф Чакварда Кура говорит, но человек, который оскорнен в неоскорненном теле, чье тело нечистое, вот от него ничего не понимает, Кришна говорит. Даже если по природу. Это означает, что мы должны соблюдать чистоту внешней Криши небезразличную личность. Ему также может быть приятно или неприятно в каком сознании, в каком состоянии мы кормим его, но больше, чем тело, еще это означает состояние, оскорнение, состояние сознания. И в отличие от предназначения, которые стараются развить себе чистое сознание и предлагать человека Кришне с радостью и с желанием порадовать его, с Тулоси, что очень важно, потому что Кришна понимает все, что может от Тулоси положить. Я знаю один случай, мой друг, замечательный друг, у него родилась дочка, первый ребенок в семье, и ее принесли в храм в Москве и попросили Куржарю ее предложить Кришне. и у него прилепили Тулоси со мной и предложили Кришне на алтаве. И в отличие от предназначения, которые стараются делать что-то для Кришны, так же, как ему понравится, патрампу, шпампу, ламту, ям, и Кришна говорит эти четыре простых слова патрампу, шпамп, ламту, ям, 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 и Бхак тебя проищу, а тебе и преднази спрашивают, что тебе предложить, Кришна, ну, положи, листок, ну, плод, воду. Вот когда-нибудь, приходя домой, к маме, например, к супруге, возвращаясь домой с работы, спрашивают, что тебе приготовили, ну, дай мне стакан воды. Разве любящий человек этим ограничиться? Это в ресторане, если то, что заказали, то и получите. Заказали стакан воды, вот он, стакан воды. Заказали листок, вот он, листок, вот плод. Но, если речь идет о любящих людях, о тех, кто очень любит вас, что вам приготовить? Ну, стакан воды. Будет вам стакан воды, но будет еще предача к нему, верно? Как правильно. Это очень так же, когда преданый Кришна говорит эти скромные слова своим преданым, другим преданым, просто предложил листок, просто цветок, просто воду. Эта скромность Кришны, она топит сердце преданым. И преданый хочет положить весь мир стопам, конечно. И просто листок, цветок и воду. В 11-й песне Баба там Господь Кришна так и говорит. Он говорит, что если мы преданым предложить всю Вселенную, они ее, они отвергнут Вселенную. Отвергнут Вселенную, даже если им предложить Вселенную в обмен на забвение обо мне хотя бы на секунду. И потом Кришна подумает, даже на полсекунды забыть о моих стопах. Ну, две стопы, на две стопы в секунду, на одну полсекунду, соответственно. И дальше комментарии, а чайник говорят, что если преданым предложить Вселенную, некоторые преданые отказываются от такого предложения, а некоторые, такие как Шрилаппан, они говорят, хорошо, давайте Вселенную забуду Кришну на полсекунды. Но как только они получают Вселенную, сразу предлагают я стопам Кришну. И поэтому, когда Господь Кришна говорит, такие скромные слова, это пробуждает преданных, кроме Женой на служить. И вот такие преданные, имеющие непосредственно взаимоотношения с Кришной, Джанаси, Кришна, Дмукаси, 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 поскольку они очень близки к Нему, и поскольку, благодаря своему служению, они обретают способность проникать в сердце Кришны, то что они видят и что они чувствуют, проникнут в сердце. Шрила Баксиданта Сарасвати Такур в одном из своих писем, по-моему, или лекциях, говорит, что Кришна сверхдуша всех душ. Он даже сверхдуша сверхдуши. Кришна, Кришнам, инам, авехитвам, атманам, акилакманам, джадахитая, сопьятра, бехи, ба-бати, майя. Шокадевагаса говорит в 10-ой песне Бхагаватам, что Кришну называют, он называет, по крайней мере, Шилхупада переводит в учении Ши-хитани, это стих, таким образом он говорит, что Кришна сверхдуша, даже сверхдуши. Но у Кришны есть также душа. И Кришна Шилхупада сверхдуши такой говорит, что преданная для него это его душа, его сверхдуша. Они находятся в его сердце. И все, что делает Господь Кришна лично, он делает для своих первых всегда. И когда Ваишнама благодаря своему служению проникает в сердце Кришны, то помимо своих личных взаимоотношений с ним, которые полностью удовлетворяют их, их положение Бхагаватам сравнится с положением путника, который вернулся после долгих скитаний домой. Вчера Ачута Привепрабу на своей лекции говорил о качестве Кришны, описанном десятым песником Асрая, тот дает прибежище. Это качество прибежище мы каждый чувствуем на себе, каждый и каждый из нас, когда мы начинаем заниматься преданным служением, практикой преданного служения, которая вдруг внезапно в первый раз в все наше существование, не только в этой жизни, но и в прошлом исполнила все наши чаяния и надежды. Мы чувствуемся полностью защищенным, по крайней мере на тот короткий момент. Потом, конечно, начинается уже настоящая жизнь преданного служения, начинается много проблем, разум, как мы думаем. Вообще, преданное твое видо проблем есть. Проблемы, которые Кришны посылает, чтобы их прославить, сделать их более зрелыми, и проблемы, которые они придумывают сами себе, чтобы привлечь внимание к Кришне. Это говорит Санат Магаслами, приходом Батамытии. Поэтому, когда возникает проблема, можно очень легко классифицировать, в какую категорию попадает эта проблема, в первую или вторую, в третьем, там в третьем все не предусмотрено почему-то. Но так и начнем. Мы чувствуем, помним это чувство прибежища, полная защищенность, когда мы принимаем прибежищу Кришны, Его преданного. И преданное проникающее в Его сердце, такие как Вы пока с Вами, такие как Шива, Парапада, они живут не только чувством собственного удовлетворения, общения с Ним, чувством близости. Есть ли три вида беласа, три вида чувств или эмоций, связывающих Кришну с преданным в духовном мире. Преданное чувствует, что Кришна рядом, что Он рад Его служению, что Он находится в сердце. Очень близок. Бхагават Бхактия беласа, Бхагават Праптия беласа, Бхагават Саухрида беласа, и Бхагават Праптии Сухрида беласа. Что-то еще третий я забыл, к сожалению. Но когда такой преданный по-настоящему проникается чувственное Кришне, Его мотивы, Его желания, Его счастья, то Он понимает, что Господь Кришна наслаждается здесь материальными или с нами, со своими преданными, но Его же, того же самого Кришна, гложет боль за те живые существа, которые ушли от Него. Они ушли от Него и пришли в этот материальный мир. И хотя они пытаются быть счастливы здесь в материальном мире, но без Кришна они сделать этого не могут. Невозможно восполнить недостаток Господа Кришна в жизни никакими методами, никакими ухищениями. Более того, сама материальная природа, которая кажется нам податливой, кажется нам инертной и готовой к исполнению наших желаний, на самом деле, как здесь в комментариях Шива Бхапата объясняет, имеет свой план. Такой план Господа каков? Мои действуют таким образом, чтобы заставить живое существо понять, без Кришны ты счастлив быть не сможешь. И я тебе могу предложить здесь в материальном мире все угодно, кроме этого, кроме счастья. Все остальное, пожалуйста, бери. И дело оно таким образом, что куда бы ни пошло живое существо, какие бы желания, какие бы намерения, какие бы планы оно ни строило, какие бы намерения ни проявляло, в какую бы сторону оно ни шло, пусть они свои кармы, дорогие кармы снова и снова заворачивают ее, это живое существо и душу обратно к тому же самому источнику, к тому же самому выводу. Здесь счастья нет снова и снова и снова. Как знаете, идти из вас, кто были в лесу без компаса, человек, который попадает в лес, он идет кругами, одна нога шагает длиннее другой, один шаг длиннее другого шага. И такой человек рано или поздно выходит в то место, с которого он начал свой путь. И точно так же в этом лесу материального существования каждое живое существо возвращает основа к той самой точке, правооточке, с которой, с которой он начал свою путь, к разлуке с Кришной. Такова роль материальной природы, ее задачи. И зная об этом, зная о том, что Кришна переживает, он скорбит, он испытывает боль. Хотя не должен, нет ничего в его сознании, в его бытии. сачкананда, виграха, это средоточенная, сгущенная форма вечного сознания блаженства. Нет ни теми, нет ни какой-то клеточки, какого-то фрагмента в его личности, которая бы заставила его страдать. Расика Шикара Кришна, он полный, Расика Шикара, раз, который, переполняя все его существование, обменився этими разами с преданными, блаженными. Во второе кончество, Расика Шикара Кришна, пара макарона. Пара макарона означает, что он наслаждается раз с митами, но одна из его раз, это одна из его раз, он проявляет страдания к тем, кто не хочет наслаждаться раз с митами. И действует он здесь через своих преданных, которые в четвертой песне Багават сравниваются с, ну как бы, как Павел Павел объясняет в комментарии, когда боль возникает в какой-то части нашего тела, то все сознание устремляется туда. Стоит нам ударить свой палец, или порезать руку, или сесть на гвоздь, или все же, что-нибудь в таком будет наступить на гвоздь, то наше тело сразу созритачивается, наше сознание сразу созритачивается на точки, которая прощает нам боль. Зуб заболел, например. Мы не можем думать о ничем, кроме зуба. И в этом стихе в четвертой песне Багават Шривопад объясняет комментирующий стих, что точно так же Господь чувствует боль эту меру через своих преданных. Так же, как в нашем теле за боль отвечает нервные окончания, которые фиксируют ее, передают дальше куда-то там сознание, ум. Точно так же в теле Кришны трансцендентом за эту боль, которую Кришна может чувствовать, и сострадание, которое Он может чувствовать, сострадание за нас, живущие без Него, передают и моего преданное. Они видят нас, они смотрят на нас, они слышат нас, они думают о нас. Даже если мы не испытываем никакой боли, они делают это наперед за нас, потому что знают, мы обязательно испытаем ее. Сама природа материального существования мучительной болезни и поэтому они могут сострадать кому угодно. И сострадают пара дуга-дуки, живущие болью или страданиями других. И сами преданные при этом чувствуются не способны исцелить преданных людей от этой болезненной ситуации, от этой болезни материального существования. И поэтому они молятся Кришни и смотрят, если Вы такой пишите, пожалуйста, сделай их преданными. И этих тоже сделай преданными, и тех сделай преданными. Как после этого дата. После этого дата подошел Господу в читании и сказал «Дорогой Господь». Господь прославил его, Он прославил после этого дата, как будто у него было, я не помню, там описано, что они честные, 5 уст или 5 языков, говорил его возвышенное качество. Настолько он был дорог, и Господь, вот судя Водата, в ответ сказал Господь, если я тебе так дорог, он не сказал этого, но тут вы занимались, если выполни одну просьбу, пожалуйста, не мог бы ты переложить на меня всю карму всех живых существ и вернуть их обратно в духовный мир. Я знаю, что они недостойны вернуться к тебе, есть законы, законы очень строгие. Но ты, Господь, еще милостив, ты более милостив, чем строгие законы. И ты можешь по своей милости, если не отменить законы, понятно, я не прошу об этом, не прошу об исключении, законы должны быть исполнены, но ты переложи всю карму на меня. Не важно, что законы кармы слепы, не важно, кто страдает за это, поэтому пусть я пострадаю за всех них, но пусть они все вернутся в духовный мир. Что сказал Господь витание? Он сказал, Господи, вот твое сострадание у меня сердце разрывает. Он сказал, на самом деле, в этом нет большой необходимости, причем потому что ты уже подумал о них. Я только ты подумал о таких людях со страданием, благодаря твоей мысли. Они стали вайшнавыми. И я теперь их освобожу, потому что вайшнавые страдают. Они должны живутся в духовном мир. И поэтому наша роль, наша задача, как здесь пропадает, в самом конце комментария, такие чисто предные проповедуют послания Бога, чтобы освободить падшие души, и потому обыкновенные люди, находящие под влиянием внешнего мероприятия, Господь, должны искать встречи с ними. Мы должны сделать свой шаг. И даже если мы уже устали на путь предного служения, что мы должны делать? Должны снова и снова приходить, искать общество таких предных. Каких предных? Чистых предных. Да, безусловно, кто называется чистых предных? Кого называлось? Что? Вы подачистым предным. Тамал Кришна Махараш просил мне однажды, сколько у нас, он исполняет свои книги, у нас искон чистых предных. Пропады сказал, 75. Как раз 75 предных было во время искон. 75 чистых предных. Конечно, между ними есть различия, есть кто-то более зрелый, менее зрелый, более утвержденный, менее утвержденный. Есть, но во всех, и всех прочих равных условиях мы должны стремиться к этому обществу, обществу вайшнавых. И тогда наша природа, Джанасия Кришна, Двину Кассия, наша злая судьба, Дайвад, которая причиняет нам боль в материальном мире и добивается от нас желания, намерения, решимости вернуться обратно в духовный мир. Этого нам ждет, пока этого желания не появятся в нашем сердце, она не уймется. Материальная энергия не уймется, пока мы не сможем, не начнем, чтобы служить Кришне. И чтобы избавиться от нее, чтобы просто поработать Кришне. И жизнь таких людей называется Адхарма-шила. Адхарма означает, она проходит под знаком Адхарма, под знаком безбожия, атеизма. Есть на самом деле разные формы безбожия, атеизма. Некоторые из них принимают форму религии. Как недавно я слушал лекцию про Джанас Кумара, и в своей лекции, замечательной лекции, он сказал, что есть верующие материалисты. Кажется, оксюмороны, может, с кем-то противоречен, как могут быть верующие. Они просто верят в Кришну или Бога, потому что хотят что-то получить из материи. Зависим материалисты, верующие. И в этом, знаете, атеисты и философские убеждены, что Бога нет и не будет. Как один из них пошутил, что не то, что Бога нет, но даже водопроводчика по воскресеньям найдешь. Такая язвительная шутка, глупая, конечно, но при чем, если водопроводчик? Или как в мастере Мангалитии Воланд размеялся. Чего не хочешь, того нет у вас. Того нет, этого нет, души нет, Бога нет. Даже дьяного нет, да? Того не больше, того нет. И чего нет. Есть философские убеждены, что есть только материя. И даже в ней большие сомнения, есть материя или это вообще или нет. Что там, что она себе представляет. Копаясь в ней, люди даже не могут понять, из чего она состоит, материя. Ну, понятно, протоны, электроны, нейтрон дальше, кварки дальше, струны дальше, пустота. Вопрос только в стадии. В какой стадии ты найдешь, пока не упрешься в пустоту, которой как бы нет. А ты кто? Пустота, исследующая пустоту, да? Блин, ты же человек не можешь жить даже в таком состоянии, поэтому они не говорят ничего о том, во что они сами верят. Потому что люди потеряют интерес жизни вообще. Это философский атеизм. Страшная вещь. По-настоящему шуньевата. Философия пустоты. Но есть эмоциональный атеизм. Это означает, что как бы Бог есть, мы верим в Него, но Он нам не нужен особо. По крайней мере, пока мы не страдаем. А когда страдаем, нужно, чтобы обвинить его в наших страданиях. Своит на Него все причины наших страданий. Адармашиласи. И потому Судуки-тасья. Очень интересное слово. Дуки-тасья означает страдальцы. И Судуки-тасья означает искусственные, заощренные страдальцы. Они виртуозы в страдании. Так свою жизнь, направляя страданиями, что кажется, чем-то очень возвышенным. Я как-то не раньше не упражал по Москве. Я, находясь в Москве долгое время, привык уже к тому, что там вот так. Эти пробки, чад, это небо непонятного цвета. Совершенно. Дома, как эти расщелинные ущелья этих бетонные, многоэтажные ущелья, как этим бредный поэт сказал. И привык, ну не рад же нам гараж. Мы ехали в машине и встали в пробки. Не рад же нам гараж. Он так вот никому, конкретно не обращаясь, сказал, как они здесь живут. И так вот так звучало, с такой болью за них. Как они здесь живут? Что это боль, как у меня тоже. Как я здесь живу? И подумал, действительно, в этом городе, в Москве. Судуки-то снял. И поэтому, вот, если ей говорится, ануграха, ануграхая, ради преданных, ради жизни живых существ, ануграхаеха, чаранти, нунам, эти преданные, которым нет необходимости марать свои стопы в этот мир. Нет необходимости, они приходят сюда и ходят, чаранти, нунам. Бутани, бавьяни, джанарданаси, эти буты, то есть означают преданные, чиличности, бавьяни, как правопады переводят по-интересски, великие души возлюбившие людей, ходят джанарданаси, слуги Верховного Господа джанарданаси, друга всех живых существ. Или другой перевод, слово джанарданаси означает убийца всех людей, означает, убивает их ожидания на счастье в материальном мире. Они здравствуют по этому миру, чтобы дать каждому из нас и каждому из нас возможность соприкоснуться с сознанием Кришны, с Кришной самопривлекательным, украшенным умощенным их любовью. Кришна называет снегдан, означает масляный снегдан, наснящийся. И преданных также называют снегдават, то есть тех, у кого есть любовь, снегдават. Суту Госвами, великие мудрецы называют, в первой песне маговатом, снегдават. Брую снегдават, свершившаяся, бурабух ямапюда. Кришна снегдават тоже снегдават. Ты делаешь Кришну очень привлекательным, еще более промазленным, чтобы он, умощенный этим бальзамом любви, преданного, смог проскользнуть с большей легкостью в сердца тех людей, о которых он не рассказывал. Какая шутка такая, что если, чтобы верблюда протащить сквозь, легче было протащить сквозь и больное ушко, нужно его немножко смазать. Так же Кришну, чтобы Кришну через уши обусловленных двух существ, гуляющих, продеть внутрь туда, протолкнуть, чтобы он оказался в сердце, нужно, чтобы он был смазан любовью преданного. И когда преданное говорят о нем с такой любовью, снегдават, тогда Кришна оказывается слегка в сердце и остается там. Когда он проникает в сердце, там другая история, возникает, потому что он другое качество принимает. Знаете, как есть такие супер-клювы, смешиваешь два компонента, они по отдельности жидкие, но именно смешиваешь, через полчаса зацердевает, уже нет дерева, все намертво. И Коби говорит, Кришне, Кришна, ты очень похож на сок манго, мангового дерева, не самого манго плота, а сок мангового дерева, это смола. Если смола попадает в волосы такая, то все, если вовремя не расчесал, можно будет вырезать. Если она попала на дежду, то все, она затвердеет, можно надежду выбрасывать. И когда ты проникаешь в сердце, когда ты, как эта смола, мангового, ты там застреваешь, уже оттуда тебя выкручивает, невозможно никак ты срастаешься с ним, можно сказать. И точно так же, когда Кришна оказывается в сердце, благодаря речам таких преданных, благодаря их состраданиям, тогда он остается намного. И невозможно его ждут удалить никаким образом. Даже если удается как-то убедить себя в том, что его нет, что мы не должны ему служить, что все это мифы древней Индии, что все это вот так. Но внутри вреда все живут эти постоянные, не может никак избавиться от мыслей от Кришни, которые по-моему не существуют. Я читал недавно воспоминания одного преданного, высшего преданного ученика Шилка Упада, но читая эти воспоминания, его как бы апологетику, его объяснение, почему он ушел в воздвижении. Он по полочкам там рассматривает все, вот по этой причине, по этой причине. Вот, но подводит этого, говоря, на самом деле очень благодарен в движении Шилка Упада, говорит, потому что, говорит, я научился многим вещам. Во-первых, я научился любви к живым существам, до сих пор вегетарианец, я не могу подсмотреть на животное к другому. И вижу, что это души. И я тоже душа. И во-вторых, говорит, что еще я научился, и что у меня, он, как он сказал, так по-английски, он сказал, у меня под кожу веялось. И вижу этот материальный мир, и вижу, что я неназможно наслаждаться в это время в мире. И поэтому не могу наслаждаться, как ни пытаюсь, не могу. И я очень благодарен за это Кришне. Он говорит, я помню, я сидел перед изображением Кришны, читал джапу, и это трансонетно, не знаю, как она проникала в мое сердце. Я был там, и он был вовремен. И это со мной. Но я не хочу ему служить. Поэтому невозможно удалить его, не пытайтесь даже. То есть он безперспективный затей. Единственное, что мы должны сделать, чтобы получить такую удачу, это просто общаться с этим великим душем. И Шелупа Пада самый лучший из примеров. Плачет лучший пример такой великой души. Мы много хотели сегодня сказать про него, время у нас ограничено. И я хотел вспомнить лишь историю про его двух предотах. Одного преда назвали Гуриджан Прабуху. Из еврейской семьи, из Нью-Йорка, рассказывая себе в своей книге. Руслан Учитель, получивший такое воспитание, даже такую закалку, я бы сказал, даже нью-йоркскую. Люди, родившие себя, они сами рассказывали мне об этом. В Нью-Йорке они, получается, становятся очень такими тертыми, калачами их называют обычно в русском языке. То есть они умеют за себя постоять, они умеют там отбрить, особенно славесно. Они умеют поставить человека на место, они умеют его как бы срезать. Некоторые умеют за себя постоять кулаками. Это считается не то, что нормой, это считается правильным. Там, в Нью-Йорке нужно давать задачи. И хотя Руслан Учитель очень интеллигентный, но тем не менее он, как он будет себе, получил такую закалку. В испытании, когда познакомился с преднами, совершил эту упадень, он не знал о том, что одновременно с этим кое-кто другой познакомился с преднами в другом месте Соединенных Штатов, в Лос-Анджелесе. Не просто в Лос-Анджелесе, а в Голливуде. Приехала одна из известнейших актрис из Австралии. Неземной красоты женщина, приехала молодая девушка, приехала туда, в Лос-Анджелес, в метку у всех актрис и актеров. Она приехала туда, чтобы провозить свою карьеру, которая уже взлетала очень стремительно, она уже стала известной в Австралии. И она решила добиться всемирной популярности, приехав в Лос-Анджелес, чтобы там, в Болливуде, в Голливуде сняться в каком-нибудь фильме, выйти замуж на каком-нибудь актере. Вы знаете, как это все бывает. Но вы не знаете. Я тоже не знаю. Но суть в том, что так же она делилась своими воспоминаниями. И я нашла где-то по какому-то бульвару где-то в Голливуде и вдруг увидела людей одетых, эти необычные, наверное, подумала, какая-то массовка, может быть, какого-нибудь фильма. Она подходила, подошла ближе и вдруг она почувствовала, что не хочет от этих людей уходить никуда, она прониклась в этой хрена, пишет Джансон, он пел, рассказывает. И она осталась перед нами, стала с нами. И потом пропадает их жени. Буриджан из Нью-Йорка, ее из Австралии. Он их женила, отправил Гонконг проповедовать. Она, для нее, ну это понятно, в Нью-Йорке, людям нет никакого дела, поэтому его переход в другое качество остался более-менее незамеченным для широкой общественности. Но когда она стала в Айснане, когда она вышла замуж за него и уехала в Гонконг проповедовать, в Мельбурне вышла газета, центральная газета с заголовком на первой странице. Телезвезда и кинозвезда вышла замуж за японского монаха, почему-то, не знаю, и уехала, а культ, вот культ, религиозный культ составил телезвезду, кинозвезду, вы будете замуж за японского монаха, уехать в Гонконг проповедовать. Но ей было все равно. Она была полностью пленена претенными качествами, философией, широкопадой, тогда еще не было ни церкви даже. Они оказались в Гонконге в 72-м году. Буриджан, вот это, как ее звали, Джейн, по-моему, тогда ее звали. Потом она стала матрича Джагатарин, и до сих пор живут вместе. Как вчера, что-то препабы рассказывал про эко-патне-брату. И Буриджан был один из самых замечательных примеров нашего движения такой верности и счастья семейной жизни. И преданные, которые хотят получить того, наверное, даже поклонятся каким-то особо образом на этой паре семейной дегатарине и Буриджан, которые дают огромное, очень многим преданным прибежище своей проповеди, своей личной примере, своими советами. Я знаю многих-многих преданных разных духовных учителей, учеников, которые считают их своими гуруми. И они отправились, будучи такими юными, незрелыми, но движенными этим желанием служить в Гонконг. Они отправились в Гонконг, очень материалистичный город. Город государства тогда, туда сбежались те недобитые коммунистами в Китае предприниматели, бизнесмены китайские. Туда съехались люди из Индии, бизнесмены тоже, которые открыли там свои предприятия, потому что был уже очень сильный, крепкий экономикой отличался этот город тогда. И там были все условия для бизнеса. И вот они оказались в этом двое, юноша и девушка, в большом счетах. Молодожены, малого опыта преданных служений, может, пару лет. Большинство из вас больше преданных служений, гораздо, постаре, чем тогда. И вот они стали проповедовать, но все их проповеднические силы, которые поддерживавшего, направлял их, он говорил, как он счастлив этим, они, казалось, завершались крахом. Они пытались приходить к этим индийцам, говорить, мы делаем вашу работу. Вы удачливые люди индийские, вы должны помогать нам, проповедовать вашу культуру, вашу философию, вашу религию. Они встречались с холодными, отсутствующими взглядами в глазах всех тех людей, которые открывали там Рада Кришна Фанаси или Лакшмина Райана Сторги или там что-то еще. Они все вроде бы вайшналы по вывескам, но, по сути, им не имели никакого желания помогать вообще. Они перешли потом к китайцам, китайским бизнесменам, пытались им убедить, но все смотрели с высока и снисходительно на эти, очень высокомерно на эти попытки. Они вообще к индийцам очень плохо относились, как Буржан Прабух вспоминает. И подавно к этим западным людям, которые нам антийскую культуру пытаются в чухать теперь. У них не было планов на Бога вообще в жизни. И поэтому они оказались в таком сложной ситуации. Не было денег, не было никаких усилий, никаких возможностей для проповеди практически. И Буржан Прабух вспоминает, он стал заниматься тем, что сейчас называется косвенные проповеди. Начали одеваться в обычной одежде. Они даже письмо написали, что их Рупаде с просьбой, можно нам как-то немножко видоизменить нашу проповедь, чтобы стать более понятным людям. Рупада как бы им разрешил для этого. И они стали одеваться, он стал одеваться в брюки, отрастил волосы. Вместо картама, вреданга они стали использовать чаще гитары. Вместо божеств в алтарной комнате они диваны расставили, чтобы люди могли просто сидеть, беседовать, йогу. Все то, что нам знакомо, очень хорошо. Ничего нет нового под луной, как говорил один мудрый философ. И вроде бы все, значит, заелось. Люди стали на йогу ходить, слушать эти лекции про абстрактную, абсолютную истину. И перестали пугаться в троте, бритых голов. Ну, бритых головы, на мой случай. И вроде бы стали люди появляться уже, и он чувствовал такое приободрение. Но он был, как я сказал, вместе с этим, вместе с этими компромиссами, стали в мое сердце проникать желания материальных наслаждений. Как он сказал, это Лиана, этот совняк материальных желаний стал прирастать к моей Лиане пременности. Мы перестали проводить утренние программы. Вставали и сразу джапу стали читать. Мы перестали читать книги, потому что у нас было очень много проповеди, да. Мы стали проповедовать. Очень успешно, смотрите, китайцы стали приходить на наши программы. Постепенно-постепенно Буридан пропускал, но начали скатываться вниз. И вдруг пришла телеграмма, как громство, среди ясного неба. Отпоупады. Пролетаю через 2-2 недели. Встречайте. Они все сразу мобилизовали все своей силой. Попросили у кого-то Rolls-Royce в роскошной машине сделать 2 удивительные гирлянды. Заказали какие-то особые золотые украшения для него. Кольцо с буквой «П», и кулончик с буквой «П», и браслет с написью «Правупады». Все было готово. Он был готов. «Правупада будет так рад. Он приедет сейчас и принес все наши усилия, служение ему. И мы очень ждем этого». Но что-то его внутри беспокоит. У него есть причина этого. Но что-то в этой телеграмме что-то там меж строк позвучало, что заставило немножко подрагивать от ожидания этой встречи. Он приехал в аэропорт в то время, когда нужно было встречать «Правупаду». Они сняли в «Хилтоне», в самом лучшем отеле, в самый лучший номер. «Люкс». Я шел «Правупада». Казалось бы, может быть, доволен. Мы предлагаем все. Смотрите, золото и Роллс-Ройс, и Роза, и Хилтон. Что еще нужно, чтобы гуру был доволен? Шел «Правупада» вышла из аэропорта, из этого зала прилета. Они надели гирлянду, Джагатарин наделал гирлянду, Пуриджан наделал гирлянду. Провели у Роллс-Ройс, зашли на заднее сиденье, там особая кабина для пассажиров. В сад срубный ухараш, который был секретарем Шел «Правупада», он сел прямо с водителем. Они сели сзади и были рады. Думаю, сейчас Папа скажет большое вам спасибо. И приезжал, спросил Папада. Типа так, я не помню, что он прямо, ну как вам, типа. Папада спросил, как? А как вашу это не программу? Джагатарин на всякий случай закрыла дверцу, окно, которое отделяло их от кабины шофера, чтобы сад сруб Махараш потом не написал что-нибудь. Пападу нам идти, а потом сказал. Наверное. Утреннюю программу? А, у нас нет утренней программы Шел «Правупада»? Про святачьи ученики. Он говорит, ваши ученики пропадали? Ваши? А почему у вас нет утренней программы-то? Свои ученики и началось. Он пролился просто громом и молнией, и ливнем на них. «Правупада всю эту дорогу, пока не были в этом отеле». Он так их... Благословил. Благословил. В готеле. И ждаяльных Правупаду. И они ждали лекции, и Правупада села. Китайцы сели тоже. Приезжал. Сказал, может быть, вот лекция прочитать? Я говорю, хорошо. Благовагитты? Я говорю, у нас нет Благовагита. К этому нет Благовагиттов, Правупада. У вас нет Благовагиты? А что у тебя есть? Только лицо, говорит. Там иначе как-то началась лекция. И Правупада сказал, ну хорошо. А Джагатарин, тебе нравится наш стиль жизни? Особая жизнь нравится в нашем стиле? Джагатарин говорит, ну я не знаю. Правупада сказал, ну она не знает. Она других учит, а сама не знает. Пока с вами китайцы. И вот так каждый день. Они перестали просад предлагать. Еле что-то наскоро. Потому что нужно же пропагандовать, да? И Правупада сказал, ну объясните, пожалуйста, почему нужно просад предлагать. Ты объясни. Как нужно предлагать просад. Снова, снова, снова. Постоянно Правупада. Вставил их на место. Постоянно учил их. Востановил их. В их прямом внутрежном духовном состоянии. Я не буду все истории рассказывать, я не знаю, вот тянется несколько дней. Пока Шавупада был там, он рассказал очень подробно о том, как это все было. Со всеми деталями. Каждый должен почитать по книгу, которая называется, «Мой славный учитель». По-моему, она перезиняла русский язык. Барижану про Барижану. Вот она рассказала свете и природу. И в конце, когда уже от их прежнего, такого туманного сознания Кришны, не осталось следов, выпадая как солнце, рассеяло своими лучами, своими наставлениями. Это было до боли пронзительно. Это было так больно слушать. Это было, вспоминает Барижану, как будто операция на сердце без наркоза. Вот так это было примерно. Но когда Парупада уже был последний день его пребывания, он позвал к себе Барижану и Джагатарини к себе в комнату. Они пришли, и Джагатарини от страха, не столько от силамудрия, сколько от страха, она села за дверьми снаружи. На всякий случай, пусть он там получит за меня. Она сидела и слушала снаружи. Он отправил Барижану в комнату и сказал, «Барижан, вот кассета, поставь и послушай». Что это было за кассета? Это были надиктованные комментарии Шива Парупада. Он каждую ночь диктовал комментарии свои. В то время, в 74-м году, он работал на читании Черетама. «На сколько он надиктовите комментарии?» «Послушай, поставил монетафон». Это были комментарии Парупада, начитанные им на читании Черетама, 19 глава тексты с 151 по 157. И я просто хотел прочитать один из них, самый последний. Шива Парупада говорит. Это текст текст 157. «Татэ мали ядна кари, кари авартам, аваран. Аппарат хастера яйчи нахо яутгам». Чтобы защитить Лианна от могучего слона, ористворяющего оскорбления, садовник должен со всех сторон обнести ее изгороди. Парупада очень много говорил в то время, что тогда на пути в Гонконг он заехал на Гавайи. И там один из его учеников, который был очень образованным, очень умным, очень разумным, Гаврасундра, он называет его по имени, поэтому я чувствую себя в праве так же это имя повторить, он стал из-за его фраза во влиянии других, стал считать себя гуру, и стал принимать поклонение от других как гуру. И очень быстро пал Парупада, говорит об этом, сказал об этом так на своем ученику, в поликлинике Парупада. Он не просто пал, он продал свой, продал храм и забрал свои деньги. И когда Парупада был на Гавайях, он даже не удалось уже прийти и пообщаться со Шивой Парупадой. И Парупада очень волновало такое отделение себя от общества, когда человек начинает менить себя каким-то освободителем, освобожденной душой, освободителем других. И он так же много говорил об этом с Буриджаной, говоря, что если человек не общается с преданными, не дружит с преданными, тогда находится в очень-очень опасном положении, начинает менить себя особой великой личности. И вот в комментариях она говорит об этом. Когда Бахтилада начнет расти, преданному для ее защиты следует со всех сторон обнести из Гавилы. Чтобы быть защищенным, преданный неофит должен находиться в окружении чистых преданных. Это не позволит бешевому слону вырвать с корнем его Леону Бахти. Общение же с непреданными, наоборот, предоставляет бешевому слону полную свободу. Общение с непреданными. Шиви читания Махапрабху сказал, Асад Сангатьяга, эй, Вайшнам Ачара. Вайшнам прежде всего должен прекратить общение с непреданными. Если же так называемый зрелый преданный, так называемый зрелый преданный, оставляет общество чистых преданных, то он наносит им тяжкие оскорбления. Вот мы читаем эти строки с вами, на каждой философии. За каждой этой строкой стоит конкретная ситуация, конкретный Вайшнам, который я поддавал конкретный. И Буриджан сидел и слушал этот комментарий на чей-то на десять тысяч лет, но прочитанное написано для него. Человек – общественное животное, говорит Курпак. И когда кто-то оставляет общество чистых преданных, ему приходится общаться с непреданными, а с Атсангой. Поддерживая тесное общение, отношения с непреданными и участвовали в деятельности, так называемый зрелый преданный, становится жертвой бешеного словно оскорблений. Эти оскорбления быстро сводят на нет всю его духовный рост. Поэтому нужно стараться наберегать Лиану со всех сторон, возводя вокруг нее ограду, то есть следы регулирующим принципом и общаться, общаясь с чистыми преданными. И дальше еще, Бурпак, это очень-очень важно для нас также. Даже если кому-то кажется, что в обществе сознания Кришны много псевдопреданных или непреданных, все равно не следует покидать наше общество. Кому-то кажется, Бурпак. Если человек не считает членов общества чистыми и преданными, он может общаться непосредственно с духовным учителем, сказал Буриджану, пишет в своем комментарии. И если не возникает сомнения, ему нужно обратиться за разъяснением к духовному учителю. Но если ученик не будет следовать наставлениям духовного учителя, касающимся регулирующих принципов, а также повторений и слушаний, сухого имени, то он не сможет стать чистым преданным. Потакать в их собственном ума значит опреть в себя нападение. Общаясь с непреданными, человек начинает нарушать регулирующие принципы, и его духовная жизнь терпит крах. Вопады Шамратиши и группы Госвами сказано, атьяхара праясашча праджалпу и манграха, джарасангаршча лау ювча шадыр бхактики для наших детей. Существует шесть видов деятельности, которые мешают преданному служению. Прабхада приводит перевод этого стиха. Один из которых, мы сейчас не будем читать этот перевод, но все его знаете. Прабхада поставила, закончилась эта запись. Прабхада просила его послушать. Один из них, последний. И Буржиандра вы понял, что они написаны для него. Они были как стрелы, выпущенные Господу Равой, сердце Раваной, как стрелы, выпущенные, чтобы выпадать в его сердце, где этот Равана, материальное желание по-прежнему еще надеялся выжить. И они добили его до конца. Когда это произошло, и Джагатарий не так же сидела за дверью, слушала эти слова, пропадая. Все, услышала до последнего слова, пропадая. Сказал, позови Джагатарий. Джагатарий очень долго вошла в комнату, неожиданно, не зная, что ожидать, он посмотрел на нее. Посмотрел на свою руку, снялся руки, тонко золотой кольцом, держав его между двумя пальцами, протянув его, изящным крестом сказал, «Тебе, Шилапаупана ки?» Вот это, Вайснах, это чистое преданное, о котором говорит сам Шилапаупана в этом комментарии. И Бидура говорит, «Обращайся, смотри, мы такие великие преданные, как ты, которые чарантии, которые ходят по всему миру, чтобы обратить нас, каких? Джанасия Кришнаби Мукасия, отвернувшись от Кришны, Адарма Шиласи, проникающийся атеизмом или безбожием, философским или эмоциональным. Судуки-то, все обрекающие на страдания, ради счастья, такие как мы, ради нашего спасения, из милости к нам, вы странствуете по всему миру». И вчера, что-то приеду, на своей замечательной цикле говорил, как Господь Рамачанг их странствовал по земле Индии и отправился в Ламку. Он говорил о том, что Господь, может быть, ну подумаешь, потерял сито. Но отправился в Ламку, чтобы спасти ее. Господь Кришна также странствовал между своими различными преданностями с одного конца Индии, с другой. Некоторые штаты, например, Харьяна в Индии, так и называется. Харьяна. Там, где странствовал Господь Хари. Господь Итани Махапрабху, также странствовал по всей Индии, чтобы спасать от условной плачей души жизни. И Швилл Квапада следует по их стопам. Только диапазон и география его путешествий гораздо шире. Какая география? Какой диапазон? Весь мир. Сейчас посмотрим с вами внимание на экран, как Швилл Квапада за эти короткие двенадцать лет смог продолжить, принеся в своем сердце Господу Итани, Господу Кришну, Господу Раму, всем тем живым существом, Кришнася, Ахвимукад, Кришна, Примукасся, Судукитося и Адхарма Шиласся, всем тем живым, вычисляющим нашу планету, донести до них это послание за сознание Кришны, это милость, которая побуждает каждого и каждого из них снова вернуться и вернуться в наше изначальное состояние чистого преданного служения Кришне. Он дает нам шанс, а воспользоваться этим шансом или нет, это уже наше право. Сейчас посмотрим эту анимацию, эту карту, которую составили преданные очень часто исследовали поездки Швилл Квапада.